По инициативе Молодежного общественного совета, действующего при избирательной комиссии Краснодарского края, уже третий год с участием представителей государственных органов и общественных организаций проводятся обучающие лекции о выборах для молодых и будущих избирателей. Занятия проходят в режиме вебинара с использованием видеоконференц-связи и транслируются в интернете. Студенты славянских техникумов и филиала Кубанского государственного университета были приглашены в администрацию района на это важное и нужное мероприятие. Для молодых людей участие в образовательном проекте «Молодежная школа правовой и политической культуры» – отличная возможность получить актуальную и ценную информацию, что называется, из первых рук, от компетентных и уважаемых людей. Это та площадка, на которой можно и нужно учиться, получать опыт, обмениваться мнениями, идеями. Ну и данный проект, конечно, позволяет не только узнать новое, но и, конечно же, проявить себя. То есть я считаю, что это очень важно. И сегодня молодежь – та сила, которая способна оказать серьезное влияние на принятие политических решений. Грамотная молодежь – это отличная движущая сила в развитии нашей страны и привлекается она к активному участию в управлении, прежде всего через институт выборов. Эти мысли были озвучены в ходе лекционного занятия. Очень интересным для участников мероприятия со всей Кубани, в том числе и славянцев, было выступление директора департамента внутренней политики Краснодарского края Игоря Чигаева, который был на Кубани самым молодым главой района. Он рассказал, как благодаря активной жизненной позиции добился успеха. Должна быть состальная лестница, ступень, мы должны поэтапно пройти эту дорожку. И задача не массово всех, всю молодежь убедить, быть политиками, быть депутатами, быть моспальными служащими, а только тех, кому-то интересно, кому-то нравится, если вы будете заниматься этим душой, получите удовольствие от сходов граждан, где люди не всегда, может быть, в лесные, приятные, формируют, сказывают свои проблемы. Вникать в проблемы какие-то коммунальные. Слушатели молодежной школы будут участвовать в предстоящих избирательных кампаниях, работать на избирательных участках и получат возможности не на словах, а на деле приобрести бесценный опыт, который поможет им в жизни. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».